Мир жоу-бизнеса ежедневно удивляет яркими и необычными событиями. Что же еще интересного произошло на этой неделе, узнаете в рубрике «Кто? Где? Когда?». Знаменитая певица. Ксюш, Ксюш, Ксюша, никого не слушай. Секс-символ девяностых. Он наехал врач, но на чтой электричке. Популярная солистка группы «Комбинация». Невероятно, но Алена Апина сменила амблуа. Спустя 20 лет после пика популярности она и сценарист, и режиссер детских спектаклей. Подойди, пожалуйста, к Китушкину, к Саше. Скажи ему, что... На смену рода деятельности артистку вдохновил далеко не слабый пол. У меня три прекрасных мужчины в соавторах. Это Пушкин, Чехов и Гоголь. Поэтому вот они меня вдохновили. Не обошлось и без короля поп-музыки. Ну и еще один парень чернокожий, Майкл Джексон, но он тоже у нас участвует в спектакле. Участие вышеупомянутых героев все же условное, а на сцене место реальным персонажам. Работа с молодежью обязывает режиссера использовать в спектакле современные технологии. Впрочем, как и юных актеров, выглядеть профессионалами под чутким руководством опытной артистки. Алена, ну, грубо говоря, не как диктатор, она как друг. Она, если что, поможет, подскажет, как что нужно делать. Алена и сама не прочь окунуться в детство. Здесь можно похулиганить, можно что-то попробовать, что-то пощупать. Можно ошибиться, и никто тебе не скажет. Я же не профессиональная. Мне все можно, тем более я блондинка. Под впечатлением от увиденного оказались и Сергей Семейско, и Глеб Тихомиров. Для программы «Держи шоу-биз». Держи шоу-биза «Держи шоу-биз».